В общем, я у сестреночки ищу, мы пошли прогуляться. Пошли в магазин, захотели фруктов, наели с пельменей, вареников. Да, дорогая? Нет, не хочу. Да нет, фруктов надо на вечер покушать. Да, я думаю, что заодно сейчас схожу, тоже у нее тут возьму что-нибудь. А тут что-то на леске не хочу домой ехать, да? Да, что-нибудь купить надо. А, ты говоришь, пятерочки? Ой, пятерый в магните, да, сыр? А мы сырочек уже с грибами съели, быстренько. А что он вкусный такой, вообще красота. Степка, у меня на хлеб сегодня хоп-хоп-хоп помазал, замочи, нормально. Нравится им. Так что сейчас посмотрим, что тут за мономосковки, что за фрукты какие вкусные, нет? Да? Конечно. Ты спряталась, заячка, заячка? Нет, спряталась. В общем, фруктиков купила домой и лечу домой. Уже темнеет на улице. Я аккуратненько еду. Так что на улице так свежо, клево, вообще балдено. Лечу, лечу я. Детки катаются тут аккуратно. По тормозам дети летели, вон. На меня прям. Я затормозила чуть-чуть. Кто его знает, куда заедут. Так что. Сейчас долечу быстренько. Я сюда доехала за 7 минут. Так, домой посмотрю, за сколько заеду. Я домой прилетела. Привезла вареников чуть-чуть и пельмешек. Да, сыночка, да! Мы теть Наташу лепили. Так, это я нектарин взяла и сливы чуть-чуть взяла попробовать. Так что доча надо помыть. Ой, а Наташка, смотрите. Вау! Ничего, красотка. Ты че, че тут? Танциешь? Обрезала футболку? Что теперь? Это ту прикольную? Нифига себе. Не прикольную, ту, которую... Все, я поняла, я поняла, поняла. Наташ, ну зачем она длинная была? Мне так удобно было. Нет, мама. Вау, чики-чики. Сыночка, иди. Вареники кушай. У меня из миска кружится. Ну и ладно. Все, я, короче, до Иры пошла кофе пить. Давай-давай. Давай-давай. Котлетики. Мы с Натальей своей идем в магазинчик покупать продукты. Так что сейчас все закупим и домой. Так, пойдем в универсант. А, тут пойдем фрукты посмотрим. Какие фрукты здесь есть. И в универсант сходим. Крылышки возьмем. У нас сегодня, в общем, дождь такой лил. Вообще, он лужики какие стоят сзади. Жестко такой дождик шел. А сейчас тепло стало. Хорошо. Так что вот так мы одеты. Ну, Наташка собирается в магазин и одевает кофту. Говорит, мам, что холодно. Говорит, я кофту одела. Я говорю, дочь на улице жара вообще. Так что она пошла. Не, вышла сначала в кофте, походила. Потом зашла, переоделась. Так что. Такие его дела. Так, тут Ермоленко у нас нету. Нам надо колбасу еще взять, дочь. А, это танцует идет. Хорошо, хорошо. И домой перейду, покажу распаковочку продуктов. И как я буду украшать тортик. Вот так начали. Так вот наши покупочки. Что мы купили? Салфеточки взяли. О, кстати, я вчера ногти накрасила. У Еришки пока кофе пила. Мы с ней, короче, замудрили. Ноготочки. Нету ручку, так же. Так, дальше. Отвлеклась моя. Так, взяла лаваш. Такой цветной первый раз попробовать. И такой простой лаваш. Батон 2. Это еще компот. Буду компотик сварю сейчас. О, большую кастрюлю дочь. Сейчас поставь. Компот сварю. Да, прям так большой, пока да, свободно. Сардыечки взяла. Деткам завтра пожарю на костре. Это колбаску. Сыночки на сегодня взяла пиццу, молочко. Крабовые палочки я буду делать. Рогу закручивать в крабовых палочках. Киви это тортик украшать буду. Наверное, не знаю, посмотрю еще. Два перчика, помидорчики. Вот такой сорт, я не знаю, как он называться. Вот такой. Так, вот это у нас советские помидоры. Это какие-то российские, да. Это азербайджанские, Наташка, подсказывает. Так, это у меня домашняя зеленушка. Лучок. Редисочка. Редиска только такая. Все, обошли, нигде редиски нету. Ну, такую взяла. Все равно буду крошечку маленькую кастрюльку делать. Так, это огурчики мои. Майонез. Только такой взяла. Не было никакого. Там другие были, вообще мне не нравятся. Ну, короче, порешала и решили такой взять с дочерью. Так, это сырочек буду делать. Роллы запеченные в духовке добавлять. Грудку я хочу тоже в роллы, когда делаешь запеченные. Добавлю сейчас грудочку, отварю и полосочками накладу. У меня сынок очень любит такие. Так что я сделаю с грудочки. А это у меня будет крылышки. Сейчас я их помою и замариную. И будет у нас шашлечок вкусненький. Где-то еще я... Еще вот такой в пакетике приправка для шашлыка. И листы нори взяла. Так что это все мои покупочки. Покупочки, покупочки. Вот такие вот. На это все у меня ушло 2000 рублей. Таким делом я замочила сухофрукты. Доченька у меня водичку поставила. Сейчас мы сварим очень вкусненький компотик. И поставила на окрошку я все готовится. Потом что еще я буду... А грудочку поставлю сейчас варить. И тортик буду украшать. Крем покажу, как я делать буду. Так, батоны я сразу поставила. Два листа буду менять, поочередно засушить. Сухарики я свои уже все поджарила. Не смотрите, какие все зажаристые. Такие прям вкусняшка. Так, тут у меня процесс идет. Я мою мясо все полностью. И буду мариновать шашвычок. Вот в эту кастрюлю сейчас его замариную. Кетчуп, майонез я добавлю. Хотела минералку взять на минералки. Блин, забыла. Думаю, ладно, уже замариную. Так и нормально будет. Так что, все, продолжаем. Так, вот сюда я положила майонез, кетчуп, приправа для шашвычка. Поперчила чуть-чуть. Сейчас еще соли чуть добавлю. И все это перемешаю. И уберу мариноваться. Ой, смотрите, какая она. Я уже хочу мяско. Наташка, прикинь. Так, еще сюда добавила лучок. Вот так с луком сейчас кое-как мешаю. И все это перемешиваем тщательно-тщательно. Все, шашвычок замариновала. Вот такой вот у меня пахнет. Такой аромат стоит вообще. И отправляю в холодильник, пускай стоит. Так, тем временем у меня закипел компот. Я сыплю сахар на глаз. Где у меня ложечка? У меня яйца варятся. Я буду делать крем-пломбир. Заварной крем сварила. И масло сливочное. Сейчас я масло взбивать буду. Так, добавила пакетик ванилина. И все это дело буду сейчас потихоньку взбивать. До обычной пенки. Так, вот до такой пинки взбиваю масло. Теперь по ложке добавляю заварного крема. И все опять перемешиваем. Так, вот такой крем-пломбир у меня получился. Вот такой, знаете, какой он вкусный. Вообще обалдеть. Сейчас у меня постоит чуть-чуть в холодильнике. Минут 15. И буду украшать торт. Собирать. Это вот все я приготовила. Сейчас сделаю чуть-чуть. Вот такую вот кастрюлечку маленькую. Окрошечки. Чтобы она у меня настоялась. И до завтра вкусненькая была. Все, начинаем мы резать. Все, мы начали резать окрошечку. Наташка уже он. Пока я занята была. Она уже почти все нарезала. Молодец. Сейчас я колбасочку быстренько нарежу. И заправлю сегодня окрошечку. Чтобы она настоялась. Я люблю ее. Я всегда делаю на воде. И лимонную кислоту, или луксус добавляю. Короче, это... По настроению. Сейчас я посмотрю, что я добавлю. Еще не знаю. Мне будет еще. Да, 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 да. Так что завтра поздравляйте меня с днем рождения. Жду от всех поздравления. Лайков, подписок. Всего-всего. Так что, мои хорошие. Жду-жду поздравления от вас. Смотрела время. Ой-ой-ой, уже времени сколько. А я еще торт даже не украсила. Обалдеть, обалдеть. Так что... Все нормально. Тут будет немного, дочь, ничего. Хорошо. Сейчас редисочку кину и все это. Раз кастрюлечка. А то обычно я всегда меру не знаю, сколько сделать мне. Сделаю сперва одну кастрюльку, потом меняю побольше, потом еще побольше. И потом получается бадья огромная. Так что я прям почу-чу. Что бадья? Что, получается? Что получается? Ну, он разделяет, разделяет. Что он разделяет? Зачем? Скрабовые палочки. А завтра будет делать вкусняшку. Завтра роллы будем крутить мы. Так, что ж, пусть вкусняшка. Роллы, ты говоришь? А как? Не стану просто так. Скажи, что ж. Роллы. Ну, я не могла. Я думаю, что такое? Что там трои, да? Тебе сказать лук? Лиля тоже в судьбе не выговаривает. Слышала? Слышала? Лук. Луна. Так, короче, у нас все такая история была в этом. Что, приди с курят? Просто урвашками или на попал? Пока. Я дружила с парнем, и мне сестренка говорит, ходит-ходит за меня, за мной говорят, как он тебя называет? Милая или... Да, там, милая и как-то еще. Я говорю, нет. Думаю, они меня хотят подколоть, чтобы я сказала им слово. Я говорю, нет. Лапочка. Ой, короче, вообще. Ты ножик так плохо режет, вообще супер. Дочь, ну он же лежит. Смотри. Да? Ну да, я же специально положила тот ножик. Ну ладно. Надо его это. А его не наточишь, он же с этим. Да. Там вообще капец. Так, я не знаю, что это не это. Так, лучок я половинку возьму и зеленушки оставлю на завтра еще половину. А у меня... Я просто себя не вижу. Я себя вижу. Силуэт есть и ладно. У меня-то зрение какое-то, ничего не вижу. Ой, как лучком запахло. Наташа, там еще, наверное, редиска эта... Когда ты мыла, я, помнишь, все в одну чашку сложила, все овощи. Ну. Там, наверное, еще редиска там есть. Смотри, сотри, сотри, сотри. Все, хорошо прям раскрылось? Ты что потом говоришь? Молодец, получается. Вот видишь, как... Все-таки раскрывается. А она будет рову крутить и как-то, не знаю, там она что-то придумала. Чуть-чуть порвалась. Ну, и что? Она что-то придумала, будет завтра рову крутить и это... Вот эта вся разорвалась. Просто прям... Прям просто разорвалась. Мы ее вовнутрь покладем и все, ничего страшного. А это будет сверху как-то она будет обворачивать. Ты же придумала. Она еще и не я какую-то придумала. Кулинары такие-то. Да вообще. Да-да-да, рюмашки не хватает кулинарам. Дочь сбегает. Не-не-не, мы сегодня натрезвые, вы что? Завтра отмечать будем. Я не знаю, ты будешь завтра на сколько вставать? Я? Как высплюсь, Наташка? Я телефон вырубаю и сплю до упора. Попробую спать. Да, у упора буду спать. Не знаю, Зайка, как встану. Мне куда спешить. У меня все приготовилось сегодня. Я сейчас тортик сделаю, у меня все приготовили. Только нам останется что-то макерово закрутить. Там чуть-чуть, да? По времени ему жмало надо. Все. Это все нарезали. Так что все. Вот такая крошечка. Сейчас буду все ей заливать. Наташка сейчас зарежет. Вот все. Вот эта крошечка у меня готова. Поставлю ее настаиваться до завтра в холодильничек. Так, вот мой бисквит. Сейчас я его разрежу на части. И буду накрывать кремом. Мазать, помазывать. Я уже показала, что мы ноготочки вчера сделали. Вот я разделила на две части. Хотела на три, но что-то не это. Сейчас крем буду мазать. Пропитаю чуть-чуть и буду мазать кремом. Беру крем. И на свой кладжи. Так, теперь немножечко вот так распрямляем. Ровненько все, ровненько, ровненько. Вот такой тортик я помазала кремом. Но он у меня еще не готов. Завтра я покажу вам его в готовом виде. Вместе с циферками. Так что я его отправляю в холодильничек. Всем пока. Спокойной ночи. Завтра встретимся. И не забывайте ставить пальчик вверху. И подписываться на канал. Всем пока. Пока.